Дорогие друзья, рады вновь видеть вас в нашем музее, на наших музейных вечерах. Сегодня нас ждет особенная программа. Но поскольку это заявленный концерт, поскольку мы в музее, то это не просто концерт, где мы их слушаем. Но надеюсь, что мы что-то и узнаем. Тема сегодняшнего музейного вечера – нижние песни, религиозные канты XVIII-XX веков. Я прошу поприветствовать вас на сегодняшнем музеехе по управлению Нариной Виквиденко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вести наш сегодняшний вечер мне будет помогать наша прекрасная помощница, сотрудница – Светлана Владимировна. Вы уже знакомы с ним. Прошу меня туда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка Игоря Кадонцева, слова Петра Осинявского «Сохрани Господь и спаси». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музыка Игоря Кадонцева, слова Петра Осинявского «Сохрани Господь и спаси». Сохрани, Господь, спаси, колокольный звон Руси, и святую веру в груди, возроди, Господь, возроди, дай молитву монастыря, мир народу, бодрость властям. Славный путь державной Руси, воскреси, Господь, воскреси, там, где место потребность сохранила твакую честь, и прогонит рост вороня, воскресая имя Твое. Чтобы гребно не отрастить, и детей красивых крестить, чтобы слава русских земля вознеслась на крыльях времен. Сохрани, Господь, спаси, колокольный звон Руси, и святую веру в груди, возроди, Господь, возроди, дай молитву монастыря, мир народу, бодрость властям. Славный путь державной Руси, воскреси, Господь, воскреси! Канты — это воточнославянский песенный жанр духовного и светского содержания, был создан в городской ученой среде в 17-19 веках и бытовал как песенной, так и устной традиции. Творцами Кантов, называемые еще книжные песни, были образованные монархи, духовенства, преподаватели славяно-греко-латинских школ и коллегий будущих семинарий, Киево-Митерианской академии, ставшей впоследствии Киевской духовной академии. Многие канты напоминают молитвы, основанные на попевках народных песен. Они очень выразительны. Канты так основательно прижились в православной народной среде, что их пели в быту, вне церковных праздников и даже в церковном обиходе. Слова Аксакова, музыка неизвестного автора, обработка регента архиерейского хора Псково-Печерского монастыря, дьякона Александра Амирханова, «Всеночная в деревне». Гляди ты, гляди ты, гляди ты, радостный заряд, «Вương Sepan pleasantpled». Глядь «Всеночная в деревне», Гляди ты, глядя «Всеночная в деревне». Гляди ты, гляди ты, culу weapons of the Father, Гляди ты, гляди ты, szczуurallyовой души. Гляди ты, гляди ты, радостный заряд, Гляди ты, только в дfolk и барт BECvir Киевская работа Гляди ты, крізь ou Kann haft 200 ав hell powers Of the church must be a ball of media in a people's time to be done. ПЕСНЯ 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 О, дадайте спасенье, Приманая взывайте. Радуйся небес, Победе небесно. Издание в 1790-91 годах Почаевского «Богоглазника» стало итогом двухвекового развития восточнославянской духовной песенности. Вошедшие в это издание 250-х кантов отразили в песенно-поэтических формах своего времени различные духовные темы. От праздничного ликования до сострадательной скорби и молитвенного покаяния. Ранние православные канты написаны на тексты святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, иеромонаха Епифания Словенецкого, иеродиакона Герасима Парфеновича. Многие из монашествующих авторов остались без имен. В XVIII веке в Почаеве стали известны канты, написанные святителем Георгием Канисским, архиепископом Могилевским. И философом, поэтом и композитором Григорием Сковородой. Канты Богогласника получили после издания сборника и его последующих переизданий в XV веке очень широкую известность. Некоторые песни очень часто переписывались. Кант XVII века. Радуйся, радость твою воспеваю. Радуйся, радость твою воспеваю. Сильбо печаль мою всю услождаю. Радуйся, дерьмо, радуйся, 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 радуйся взрываю. Славься, дерьмо, радуйся, 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 радуйся. Славься, дерьмо, радуйся, радуйся, радуйся. Славься, дерьмо, радуйся, 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 радуйся взрываю. Славься, дерьмо, радуйся, радуйся. На обычных и поминальных трапезах, в поздравлениях горожан, в дни великих праздников, при прошении милостыни, при обходах домов или на ярмарках, в кельях, в домашней обстановке, в бурсах, они звучали везде. В первой половине XVIII века название «Хант» по отношению к сочиненной книжной песне стало общепринятым. Слова Алексея Плещеева, музыка Петра Ильича Чайковского, легенда «Был у Христа младенца сад». ПЕСНЯ Чайковского, легенда «Был у Христа младенца сад» 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 В доме место ростило, украсили, украсили. Большая часть хантов была анонимной. Среди авторских хантов XVIII века можно назвать произведение архиепископа Феофана Прокоповича, сторонник реформ царя Петра I, писатель и ученый, до переезда в Санкт-Петербург в 1716 году, был преподавателем и ректором Киево-Могилянской академии. От хантовой и Петровской эпохи тянутся нити к лирике ранних романсов и песен графского типа, к лирическим, портесным, другими словами, многоголосным концертам. Примерно в середине XVIII века в хантов, как и в портесном пении, появились интонации музыки классицизма. Сербский пасхальный камп. Автор святитель Николай Сербский. Люди, ликуйте! Люди, ликуйте! Все торжествуйте! Христос воскресе! Радость принесе! Люди, ликуйте! Все торжествуйте! Христос воскресе! Радость принесе! Сверху тропы шумки и немцы грудите! 크�ристос воскресе! Радость принесе! Христос воскресе! Радость принесе! Небо спустится, земля воздействует, Христос воскресе, радость принесет. Славы звоните, громы звоните, Христос Воскресе, радость принесе. Слово Церкви Божьем, Слово Церкви Божьем ибёнем Орной. Христос Воскресе, радость принесе. Музыка народная, слова Николая Алексеевича Некрасова Легенда о 12 разбойниках Господу Богу помолимся Солист Алексей Федоров Легенда о 12 разбойниках Жил 12 разбойников Жил, хоть я разломал Много разбойники крови Крови честны крысья Много ложатся на грабенье Череп древучим лесу Сам друзья из-под Кеева Выкрал девицок красу Господу Богу помолимся Древнюю мы Возвестил нам все в плавке Я сказ Стрелом И нам честной И цветы Днем с любовницей тешился Ночью над Эми творил Вдруг У разбойника Людова Совет Совет Господь Пробудил Бросил Своих Он Товарищей Бросил Опять Новосибир Стоят Водопрог И Новосибир И Водопрог Ее слава зверет и от честок и церквей. Господу Богу помолимся, будем Ему выслужить. За путияна-развайника будем мы Бога молить. Господу Богу помолимся, древнею мы возле силам совпадим. Господу Богу помолимся, древнею мы возле силам совпадим. Господу Богу помолимся, древнею мы возле силы. Их жанр между профессиональным и народным творчеством имеет прочные связи и с тем, и с другим. Форма канта значительно повлияла на форму некоторых неизменяемых богослужебных песнопений. Есть примеры, когда мелодии бывших кантов становятся богослужебными песнопениями, такими как «Перувинская», «Милость мира», «Достойная есть» и прочее. Евгения Смоленинова «Кант о маме» ПЕСНЯ 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 Ищите, люди, пока не поздно. У сформировавшихся в одно время канта и портесного концерта общая мелодическая лексика, то есть мотивы и фразы, принципы ритма и гармоническая клоника. В отдельных кантах присутствуют полифонические эффекты, однако фактура в них различается по количеству голосов и насыщенности. У кантов она всегда опирается на трехголосье. В композиции портесного концерта кантовые эпизоды контрастны и выделяются своей прозрачностью. В плотности всего хора как бы противопоставляется трехголосье канта. Возникает типичный для эпохи барокко фактурный и динамический контраст. Тутте ансамбль, громко, тихо, плотно, прозрачно. Принцип кантовой фактуры, то есть соединения движения верхних голосов в терцию с басом, повлиял на традиционные трех- и четырехголосье Киева-Печерского напева, время хамирования которого доподлинно неизвестно. Вероятно, трехголосье возникло в 17-м, а в четырехголосье в 18-м веке. Киево-Печерский напев представляет собой не свободное сочинение, а гармонизацию по правилам кантовой фактуры, поскольку в партии Кенера сохраняется традиционный одноголосный напев. Слова из «Богоглазника» музыка Екатерины Аветисяк. «Восстание» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Во время учения Артемия Лукьяновича с 1776 года в Гимово-Магилянской академии пение каунтов практиковалось довольно регулярно. Субтитры подогнали Симон. 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 Жил премудрый и опытный старец, И всегда он вердил, и всегда говорил, Слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя с чем-то здесь оскорбил, Не старайся пред ним оправдаться, И при этом при всем не смиряйся и знай, Что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость. Научись и творись, Гою можем всегда, Может быть, и мы будем гонимы. И с собой на плечах, С сердцою в ночах, И родными не будем любимы. Слава Богу за все! 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 Родила святых народу, и дает живую воду. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера сердце умягчает, дух и воля в ней крепчает. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, душ этой веры нету. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. 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 Народ русский просветила, Сряды Россию охрестила. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Аплодисменты. Мы поблагодарим за участие в нашем сегодняшнем вечере, посвященном религиозным кастам, песням, которые, может быть, многие из нас знают, когда мы сами поем. И я предлагаю еще раз поблагодарить за замечательное выступление. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok